Губернатор Тверской области продолжает рабочие поездки в районы Верхней Волжи. В этот четверг, 14 апреля, глава региона посетил Зубцовский район. Производство, образование, спорт, ремонт дорог и газификация – ключевые вопросы, которые обсуждались в ходе визита Игоря Руденя. В Зубцове побывал и наш корреспондент. Поездка главы региона началась с возложения цветов к обелиску мемориального комплекса на Московской горе. Игорь Руденя почтил память воинов, погибших в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие депутат Государственной думы Владимир Васильев, председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев и руководство региона. Далее губернатор посетил школу номер один Зубцова. Игорь Руденя пообщался с учениками и преподавателями, осмотрел кабинеты. Сейчас в учебном заведении открыт центр цифрового и гуманитарного развития «Точка роста». Микроскоп у нас исключительно медицинский. И вот сейчас мы, кстати, рассматриваем головной мозг и работу головного мозга. По итогу посещения учебного заведения губернатор поручил установить на территории школы физкультурно-оздоровительный комплекс, а также отремонтировать пешеходную дорожку, ведущую к школе. Сегодня посетили школу очень хорошие детки, очень ответственные учителя, серьезные. Мы понимаем, что сегодня инфраструктура здания школ не соответствует уже современным требованиям. Поэтому в ближайшие годы, в ближайшие планы наши входят в реконструкцию школ и создание спортивных центров при школах. Это стадионы, открытые площадки для занятий спортом, тренажеры. Это очень важно сегодня для нашей молодежи. На территории Зубцовского района реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере промышленности и современных авиатехнологий. Так, компанией «Белый камень» создан камнеобрабатывающий завод. Он ориентирован на обработку любых видов мрамора, травертина и известняка. На предприятии «Камень» проходит весь цикл обработки. Его режут, фрезеруют, шлифуют и полируют. При необходимости шпаклюют для устранения дефектов на поверхности. На завод «Камень» поступает в виде больших блоков. Затем его распиливают на слэбы, такие большие плиты, которые уже в последующем используют для облицовки зданий и, возможно, внутренних интерьеров. Предприятие – одно из наиболее современных камнеобрабатывающих производств в России. Цеха завода оснащены автоматизированными линиями и обрабатывающими станками с числовым программным управлением. В настоящее время здесь 118 человек в штате. Мы производим в основном фасадные элементы, то есть это идет на отделку зданий. В ближайшее время планируется строительство второй очереди завода, что создаст еще 70 новых рабочих мест, а объем инвестиций составит более 1,7 миллиарда рублей. Хороший вклад в развитие Тверской глубинки и в целом экономики нашего региона. В этот же день Игорь Руденя провел встречу с депутатами и главами поселений Зубцовского района. На собрании обсуждались планы по празднованию в этом году 80-летия со дня освобождения города в воинской доблести Зубцова от немецко-фашистских захватчиков. Также говорили о ремонте центральных улиц Зубцова и дорог от трассы М-9 до деревень Старой Устинова и Княжьи Горы. Зубцов – это природа, это потенциальные возможности для развития строительства индивидуального жилищного строительства и улучшения жилищных условий людей, которые здесь проживают. Конечно, это же электрификация железной дороги к 80-летию Победы. Ну, я думаю, еще ряд мероприятий, которые будут определены при встречах с населением и при общении с руководством муниципального образования. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы благоустройства территории Зубцовской ЦРБ, ремонта культурных и социальных учреждений, а также развития ФАПов. Маленькие дела, они недорого стоят, но они очень важны. И они могут дать в эффекте свою. К слову, в марте этого года законодательным собранием Тверской области принят закон о преобразовании Зубцовского района в муниципальный округ. Это позволит повысить уровень управления территорией, а значит, будет способствовать ее дальнейшему эффективному развитию.